Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Нервы на пределе, но от властей ни капли сочувствия. Жители села Косихинского района три месяца выживают без воды. Быть или не быть, торговому центру в историческом месте сегодня прошли публичные слушания по барнаульской спичке. Истинный символ аграрного края. Жители Михайловского района просят сделать брендом региона единственную на Алтае витриную мельницу. Режим повышенной готовности сегодня ввели в двух районах края – Краснощоковском и Черышском. По сообщениям Честа, в ближайшее время возможно подтопление прибрежных территорий. Быстрый рост уровня воды в реках края продолжается. За сутки опь в районе Барнаула поднялась на 36 сантиметров. До критических значений вода может подняться и в реке Черыш возле населенного пункта Карпова-2. Всего в зоне риска 48 муниципальных образований и 204 населенных пунктах региона. Кстати, ко второй волне паводка в регионе уже готовятся. По словам специалистов МЧС, погода пока дает такую возможность. Но поскольку на улице прохладно, таяние снега в горах сдвинулось на более поздний срок. Но возможность подтопления специалисты не исключают. Проблемы могут начаться, когда на Алтае станет жарко, а дожди при этом не прекратятся. Обильные осадки и холодная весна негативно сказываются на посевной кампании. Так, сроки посевов многих сельхозкультур сдвинулись на 2-3 недели. Аграрии края опасаются, что это может ухудшить качество и снизить объемы будущего урожая. На сегодня в крае всеми сельхозкультурами засеяли около 2 миллионов гектаров. Это меньше половины от запланированного, сообщил накануне губернатор Александр Карлин в ходе медиалога с журналистами. В прошлом году в концу мая все культуры были полностью засеяны. Причина этой поздней посевной – холодная погода, обильные осадки и сильно промерзшая за зиму почва. Алтайский аграрий утверждает, что теперь собирать урожай придется на месяц позже обычного. Стоит ли алтайским аграриям в связи с такой весной рассчитывать на поддержку властей, расскажем в ближайших выпусках. Не пропустите. Но вот жители Косихинского района три месяца не видели воды. Еще в марте из-за сильных морозов в селе Логовое прорвало трубы. Вот только последствия коммунальной аварии до сих пор не устранили. Логовчане обили пороги местной и районной администрации, но от властей не получили даже сочувствия. Кто и как выходит из этой ситуации, расскажет Ирина Корчагина. Придумали кран с общими усилиями. Вот так вот набираем воду. Эта струйка воды с илом единственное спасение, чтобы помыться, напоить скотину, приготовить. Кому повезло больше, возят стирать вещи в Барнаул. В марте в Логовом из-за мороза лопнули трубы. Около 300 метров сетей необходимо заменить. Коммунальщики посчитали это лишним и поставили хомуты, которые в любой момент может прорвать. В понедельник приедут, вот так соберутся вокруг этой ямы, постоят. Ну да, ну надо делать. И никто ничего не делает. Тут со слезами приходим, ни руки уже, ни ноги уже. Старые люди, там уже по 60-й, 60-й, по 70-й. Вот бабушка вся скрюченная. Ну вот как жить? У той самой бабушки Ольги Барбей инвалидность. Ей тяжело поднять даже 5 литров воды. А чтобы постирать вещи в стиральной машине, нужно как минимум 42. Пенсионерка – гений инженерной мысли. Сюда вот вставляю шланг, засыпаю порошок, закрываю, краник открываю и начинаю стирку. Еще до этого, когда все это только случилось, наш глава предлагал скинуться, может быть, и вот это все привезти за свой счет. Откуда мы возьмем 300 тысяч с 5 домов, они по 100 рублей не могут дать. Жители села жалуются и на обезвоживание местной власти. Глава администрации пояснил нам, что последние 30 лет Логовской водопровод не видел никаких мероприятий по замене. Михаил Шиншуров открестился. За подачу воды отвечает районная коммунальная система. То есть корни уходят в косиху. А зачем? А зачем показывать? Негатив от этого, что ли? Показывать всем это? Система-то, понимаете, она общая по всему району, по всему Алтайскому краю. Она общая система. Где-то там лучше, где-то хуже. У вас же есть дома вода? У меня дома вода есть. Заместитель главы Косихинского района по телефону заверил, что в течение 10 дней дело, а точнее труба, сдвинется с мертвой точки. Но логовчане уже не верят. Похоже, им придется выучить молитву о дожде. Ведь впереди огородный сезон, а ведерком воды много не польешь. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. К другим темам. 300 миллионов рублей выделят в этом году на переселение жителей края из ветхого и аварийного жилья. Официальный сайт региона сообщает, что программа стартовала в 2013 году. Сейчас в крае аварийными признаны 350 домов. В 2018 планируется переселить жителей 35. Большая часть ветхих домов находится в Барнауле. Но вот между тем специалисты края уже завершают работы по подготовке новой федеральной программы переселения граждан. Она стартует 1 января 2019 года. Предложения от нашего края уже направлены в Москву. Сегодня в Барнауле одобрили проект застройки сереброплавильного завода. Изменения в плане большинством голосов утвердили во время публичных слушаний. Четкого решения по поводу строительства торгового центра на территории исторического комплекса так и не прозвучало. Подробности знает Илья Кочетков. С самого утра целая очередь из участников слушаний, что выстроились у входа в здание бывшей первой плавильной фабрики сереброплавильного завода, известного в народе как Спичка. Еще за час до начала зал был полон, как никогда много было молодежи. Правда, некоторые молодые люди на вопрос, зачем они здесь, отвечали неопределенно. Послушать, поголосовать. А проголосовать за что? Смотря за что, будет сказано. А о чем сегодня речь вообще будет идти, вы знаете? Знаю. О чем? Все здесь. Итого, больше 200 участников. На голосование выставлен вопрос, отдать новым владельцам примыкающую к историческому комплексу территорию или нет. Собственник Евгений Ракшин пояснил, нужны четкие границы территории, чтобы начать работы по реконструкции Спички. Конечная цель сегодняшнего выступления, точнее, сегодняшнего собрания публичных слушаний, чтобы мы смогли начать обследование здания, составление проекта по реконструкции, вообще, чтобы понять, что с существующими зданиями. Вот мы с вами сегодня здесь находимся, и никто из нас не может сказать, а выдержит ли вот эти все конструкции такое количество людей, что мы здесь находимся. Между тем, барнаульцы разделились на два лагеря. Противники из меня не считают, идти навстречу собственникам нельзя. Получив права на новый земельный участок в историческом центре, они могут возвести очередной торговый центр. Так, в этой схеме плана застройки уже указан некий новый объект. Бизнесмен Ракшин заметил, это в принципе может быть чем угодно. На данном этапе собственник не обязан детально прорабатывать проект. Позицию бизнесмена оспорил главный архитектор края Виктор Читошников. Он уверен, что землю можно отдать только достоверно, зная, что будет построено. Уже 3D-модель, по которой можно судить, как это новое строительство будет взаимодействовать рядом с стоящими памятниками архитектуры. То есть вы доносите недостоверную информацию, на основании которой невозможно принять взвешенного решения. Несмотря на доводы оппонентов, большинством голосов новый проект планировки был одобрен. 167 за, 44 против, 3 воздержались. Теперь документ передан на утверждение главы администрации Барнаула. После всех согласований собственники смогут приступить к проекту реставрации и другим работам на территории спички. Впрочем, вопрос о том, что именно в итоге построят вблизи исторического комплекса, его владельцы оставили открытым. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Краевые следователи завершили расследование резонансного уголовного дела. Барнаульскую школьницу, которая жестко избила сверстницу, признали виновной. Но конфликт между подростками случился из-за взаимной неприязни. По данным следствия, пострадавшая сообщила в администрацию школы о неприличном поведении своей знакомой. Обвиняемую нередко видели в алкогольном опьянении. В таком же состоянии она и совершила преступление. Свою жертву била руками и ногами, не жалея сил. Происходящее было снято на видео и выложено в интернет. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть вымогательство, совершенное с применением насилия. Следствием были собраны все доказательства виновности 15-летней обвиняемой. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. От алтайского меда до гор в регионе выбрали победителей интерактивного проекта ТОП-100 уникальных объектов Алтайского края. Конкурс, инициированный русским географическим обществом, длился несколько месяцев. За это время от участников поступило больше 200 заявок на включение любимого места в число особенных. А на днях авторов лучших презентаций природных объектов наградили. Гора Бабырган в Советском районе, музей под открытым небом Белокурихи и царский курган в Черышском – это лишь малая часть того, чем славится Алтайский край. Причем про некоторые памятники природы не слышали даже уроженцы и профессиональные географы. Но благодаря такому масштабному конкурсу узнать о заповедных местах края и отправиться в путешествие, чтобы познакомиться с ними поближе, может каждый. Я считаю, что в этом его уникальность, что мог любой стать его участником. И вот мы увидели, что очень большую активность проявили люди, которые не имеют профессионального отношения ни к географии, ни к туризму, и не являются путешественниками, а просто любят свой край. Проект Русского географического общества поддержал депутат Госдумы Александр Прокопьев. После объявления результатов конкурса в свет выйдет художественное издание о популярных и малоизвестных природных памятниках. Всего от земляков поступило около 250 описаний удивительных мест в регионе. Так 12-летняя Никита, один из победителей конкурса, рассказала об Алтайской горе, поднявшись на которую весь край как на ладони. Я представляю проект о горе Бабырган. А гора Бабырган, она уникальна тем, что там очень красивый пейзаж, на нем можно почувствовать себя и туристом, и альпинистом. А вот более опытный путешественник Владимир Самоукин посвятил свою эссе другой горе. Синюхе, восхождение на которую требует особой подготовки. Уникальное, красивое место стоит посетить. Достаточно сложное, нужно рассчитывать силы, нужно читать описание, но это того стоит. Из 200 участников жюри особо отметило 10. Они стали победителями, а еще пятеро взяли гран-при конкурса. Художественное издание с топовыми местами Алтайского края выпустят при поддержке фонда Александра Прокопьева тиражом тысячи экземпляров. По одному получат участники конкурса, часть экземпляров передадут библиотекам края, а электронную версию книги разместят на сайте регионального отделения РГО. Организаторы уверены, она будет интересна не только нашим соотечественникам, но и жителям других стран. Ведь о красоте природы Алтайского края наслышан весь мир. Добавим, что конкурс планируют сделать ежегодным. Так что путешествуя по краю, захватите фотоаппарат, ручку и блокнот. Может быть, в следующий раз именно ваше место попадет в топ-100 уникальных объектов. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. На Алтае одним памятником архитектуры, возможно, станет больше. Список культурных объектов может пополнить ветряная мельница, построенная в конце 19 века по голландскому образцу. Когда-то в крае таких строений были сотни. Но до наших дней сохранилась единственная старинная мельница. Находится она в селе Назаровка Михайловского района, где местный фермер за свой счет укрепляет конструкцию. Он и его земляки уверены, мельница должна стать брендом не только района, но и всего Алтайского края. Новоселы приехали в Назаровскую МТС на Алтае. Первый год освоения целины. Молодежь массово едет в Казахстан, по Волжье, Сибирь. Пожалуй, это самая ранняя хроника Назаровской машино-тракторной станции. Эти девушки с чемоданами скоро тоже начнут работать в поле. Сцена встречи. На заднем фоне крутятся лопасти ветряной мельницы. И до освоения целины, и во время нее она работала и днем, и ночью. В середине 20 века мощность мельницы рассчитывал отец Марии Ивакаловой. Именно он решал, подключать ли вторые жернова. В начале столетия в Михайловском районе было 18 ветряных мельниц. Но именно Назаровская слыла лучшей за качество помола. Как тогда хлеб был, лучшей хлеба не было. Такие были булки, и белый-белый был хлеб. За мукой сюда съезжали со всех соседних деревень и даже районов. Становились лопасти в 80-х. На смену ветряным мельницам пришла мукомольная техника. От строения Назаровского сооружения остался каркас. Разобрать его вряд ли возможно. Конструкция как летая. Целые круги, от которых работали жернова. Механизм был просто уникален одновременно. Купол мельницы вращался, так ловили ветер. За столбик зацепливали, а потом люди эту вертушку крутили. Крутили, там было приспособление, канат накручивали на себе. И вот этим кронштейном купол поворачивался. Этот самый руль купола годами был единственной подпоркой мельницы. И она бы точно завалилась, если бы прошлым летом местный фермер Андрей Кожанов не позаботился о мельнице и не залил фундамент. Неэстетично, но надежно. В будущем хочет заменить валы купола, крылья, придать мельнице аутентичный вид. Вот здесь будет маленькая пекарня и получение хлеба. Конечно, конечно, конечная задача была бы такая. Как технически сделать? Ну, я думаю, вещь сложная, не стоит вообще в принципе форсировать. Она уже стоит лет, наверное, 50 не действует. Ну, еще постоит там лет несколько. Можно сказать, что это дань уважения людям, которые пришли сюда больше ста лет назад. А пока в глубинке уникальный объект, как могут, сохраняют местные жители, краевые эксперты только узнают о мельнице и оценивают ее значимость. Памятник и истории, и промышленной архитектуры. Поэтому такие сооружения, конечно, надо сохранять. Просто что мы показываем наше достоинство в Сибири, на Алтае, ну, безусловно, это явление. Это явление. В администрации Михайловского района надеются включить мельницу в программу культурного наследия, чтобы получить финансовую помощь на ее реконструкцию. Иначе бояться местной власти даже изготовить проект реставрации будет непосильной ношей. А между тем, уверены и чиновники, и рядовые жители района, мельница могла бы стать символичным брендом для аграрного края. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Барнаульский грибной канал станет местом проведения международных соревнований. Случится это в сентябре 2018 года. Уже появилась информация о том, что участие в гонке чемпионов примут призеры Олимпийских игр. Всего же за призовые места будет сражаться почти 50 грибцов. Из них лишь 8 из России. К моменту проведения соревнований грибной канал обещают оборудовать всем необходимым. На этом же участке водоема после будут тренироваться спортсмены национальной сборной участники Олимпиады, которая пройдет в 2020 году в Токио. 56 российских городов, а также Казахстан и Республику Беларусь объединил зеленый марафон. Это мероприятие уже седьмой год подряд проводит крупнейший банк страны Сбербанк. За стартами в Барнаульском парке «Лесная сказка» наблюдала и наша съемочная группа. Перед забегом обязательно нужно размяться. И пусть Олимпийских рекордов организаторы марафона от участников не ждут, умеренная физическая нагрузка еще никому не повредила. Первые участники зеленого марафона от Сбербанка вышли на дистанцию. Ее протяженность относительно небольшая, чуть больше 4 километров. Но для некоторых особенных спортсменов преодолеть такое расстояние уже настоящая победа. Как вы оцениваете свои результаты? Замечательно. Не последние. Во время проведения зеленого марафона на площадке работали волонтеры. Их легко можно было узнать по ярким футболкам. Эти ребята помогали людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году зеленый марафон от Сбербанка объединил жителей России, Казахстана и Беларуси. Только на Барнаульской площадке участие в празднике приняло около 6 тысяч человек. Главное все-таки принять участие, ну хотя бы выйти на старт и пройти, преодолеть столько, сколько возможно. Преодолеть всю дистанцию. Это, на мой взгляд, просто замечательный вариант, когда человек преодолевает прежде всего себя. Призы от партнеров праздника и приятные сувениры от организаторов. Хорошим настроением подзарядился каждый. И главное, что сама погода дала зеленый свет марафону, подарив солнечный теплый денек. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Самое быстрое похудение – Турбослим-экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбослим-экспресс от компании «Эвалар». Завтра, по данным синоптиков, в крае заметно потеплеет. Будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. В Зминогорске – 19, выше нуля. В Олейске – Белокурихе – 23. В Барнауле ясно. Ночью около 11 градусов тепла. Днем – до 22. Вот, наконец-то, дождались тепла. И к этому часу у меня все новости. Всего вам доброго и до встречи. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Героя Советского Союза